всем приветики слышите собаки лают птички поют сегодня 25 мая отвозили к лавуню к брату его выписали из больницы вот и за ним ухаживают все по очереди отвозили с утра к нему зашли поздоровались он бодрячком хорошем смысле этого слова сидит вот позавтракал пьет чаек обрадовался нам разговаривает единственно что ну как бы вставать ему тяжело на его приподнимает на ноги ставят на чуть-чуть сажают присаживают ну то есть и он сам стремится к тому чтобы поправиться все молодец вот отвезли потом позвонит когда нужно и будет забрать я пошел за витякой надо помочь вторую сторону как он фронтон на крыше обшить я сижу в машине слушаю птичек ну собака перегавкивает птичек а вот этот дом витиной мамы как раз напротив вичка вот этот дом мамы а вот дом витяка очень удобно он каждый день туда бегает смотрит как она приносит еду то есть очень хорошо что рядышком варю щи это будет чисто свежей капусты хочу капуста там не плавает вот пошла на огород нарвала зеленушки и думаю как мне будет этого всего не хватать укроп петрушечка лучок зеленый вот этот лук чеснок что я говорю и выкладывала фотографию вконтакте но по приколу конечно но тучок все друзья зелень как называется редисочка да и написала ok google как забрать огород с собой в бурманск все надо мной посмеялись никто мне ничего не ответил как забрать огород мурманск да никак только можно то что там выросло хотя бы что-то с собой привести свеженьким постарайся редисочки взять и лучка зеленого зеленушки всего что доедет такой аромат уже даже отдельный от одной все класс полюбуйтесь на эту кошку сейчас она лежала уже села зашла домой покушала и все с обреченным видом у дверей все он не пускают да не пускают сейчас пойдешь чё ты ушла ну посиди дома посиди еще чем-нибудь позву немножко сегодня сегодня да сегодня праздник короче ты витяку отвез да да он пойдет кормить на вознесение сегодня ну чё съездим к ней не к володе-то на дачу а время что они 11 нет они сказали позвонить как соберемся ну позвонит нет чтобы мы позвонили они они я сейчас позвоню знаю где они ну что такое лиса зашла вышла зашла вышла кого опять ты ешь там вчера почитала если коты кошки едят насекомых это плохо или хорошо ну написано что не страшно что они едят там дополнительный белок дополнительное чего-то там для этих самых кошек то есть это не опасно все такую большую бабочку залетела бабочка с улицы ну типа молитон вечерняя она хватит ее и слопала я давай в интернете читать думаю что что такое на насекомых есть все нормально но все равно приедем мурманск проглистуем ее и звонила все за не на свободе через часик съездим к ним на дачку ненадолго посмотрим как у них там все устроено там все дома сидеть дома скучно сидеть может потом на лук сходить после обеда посмотреть грибы дождик был может грибы выросли короче кошка теперь умная стала раньше она выдергивала теперь она просто на постоянной основе переворачивает эту миску и есть корм для дворовых котов лиса теперь что больше нравится или чего нет она все-таки больше ест тот корм ну ладно пусть здесь пока в гостях так дома будет есть уже свой постоянно оказывается нельзя смешивать нежелательно вернее корма для животных ну для котов для собак то есть если одним корме значит одним и корми поэтому я сначала смешивала потом когда мне эту информацию донесли я почитала и перестала ну короче говоря я никому свое мнение не навязываю каждый кормит как хочет я решила кормить только одним кормом и потом заедем на обратном пути к сергею к вам взянул надежка беларуси сейчас по делам уехала прийти 31 числа и обжарила ему блинчики он пока холостой надо его угостить обжарила блинчики с мясом с рисом вкусненький на сливочном маслице отвезу в гостинчик счастливого пути сейчас покажу справа там зачем-то вырубили лес ты не знаешь себе никто не говорил вот видят там этот справа прям целая плантация вырубленного леса для чего либо чудо строить кто-то собрался по правой стороне там эти сосенки все повырублено вот все вырубили вот зачем интересно не просто встали что-то строить будут прямо от честны и на поле смог расширять я не знаю для многого постоянит и про не просто тогда участок вырубили тюк деревья так и рубили из того ничего и хоть поглазею ни разу здесь не было куда-то ездил это дачи одни только дачи тут наверное люди не живут мне кажется там деки дачи есть капитальная некоторые живут некоторые приезжают теплицы стоят цветы растут красота просто красотища да можно близко жить здесь дачи иметь и милое дело сосенки то что не что там дальше по над лесом что летать да херю знает по той дороге а мы по той ехали на дочь ну сейчас посмотрим но молодец по 3 вы прямо едете сворачиваете а потом будет налево значит дальше еще дачи есть и место хорошее для не лес рядом грибы возможно в лесу растут но это не точно не 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 сказал синий забор будет и будет написано вторая линия у них вторая линия по линиям как-то делится вот через трубу на горку налево вот это наверно а вот синий забор да все правильно вторая ли правильно куль поехали машина на и 1 на 18 вот вот и вот вот камера стоит ухты все по-серьезному я ли вас камеру вас тут все по-серьезному у нас русские будьте как дома приветики нет классно классно сразу как красота красота такая дача что тут просто заезжай живее а так прохладненько самая пил там этаж пошли поднимает поднимать смотрю посмотрю ухты поля подтолкнешь если чё ой как у вас ничего себе вот это да вот это супер сус вообще классно с большими ручками все пол делал сам на ламинат алюстра сам дисташка здесь есть а дистанционно и внизу тоже ухты а и тут продолжение есть этого лакончик в мантуле ребят можно посидеть туда это просто кошечка сверху ой как классно все мы тут понимаете вот есть в русском языке понятие благодать благодать вот его нет пока нету а у меня есть вот такое ощущение голодовочка здесь только пьяну оставаться вниз головой садись и поехал да да точно надо как с горки я здесь собираюсь он сделал везда перила да 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 смотрю магазин вот значила вот для инвалидов магазинах и не же издержавительных спрашиваю Я куплю какой-то канализационный, я покажу себе. Космар, что это дурак, что я думаю? Куплю нормальную трубу и сюда поставлю. И там тоже поставлю. Клицо было открыто. И зимой и летом оно было... А, вы обшили его, да? Да, мы сделали, я говорю, что мне не нравится. Прихожу, и здесь вода после дождя. Ну конечно. А сейчас закрой, как комнату. Пол сделал сам. Ну что-то красиво. Это ребята делают всё. Ленька, колеса, как будто ручная работа. Это гортензия, идет свет набирает. Мурманчане. Потом сфотографируйте, пришлёте нам. И мы всё равно не увидим этого всего. Это хризантемы. Ага. Если бы не песня, которую я люблю, хризантемы. Помнишь такая? Ну да. Ой, какой красивый. Коль, там ложка. Сфотографирую потом шпионы, вот эти сфотографирую я. Это мужской туалет, да? Это который был от хозяев остался. Мужской только? А женщинам туда нельзя? Да нет, почему можно? А, с сиделкой. Пока это всё для грабли. Я ещё разберусь, тут у меня упало кое-что-то. Ну ничего. И там тоже. Вот там сделаю забор повыше сантиметров на 30-40. Ну да, что друг на друга глазеть, конечно. Все дорожки такие классные. Ага. Я о них мечтал. Я не хотел эти отходы, знаете, какие дурацы. Классные дорожки. 120 тысяч на крен с ним сидели. 120 тысяч во все вот это. Вместе с работой, вместе с материалом. Эту работу, которую я совершал. И пять тонн этого дёрна. А сами ложили что ли? Или люди? А, прежде чем всё это сделать, да? Они накидали мусора и уехали. Ты знаешь, сколько земли сняли? Он для горы. У меня ещё могу показать какое-то. А вы вывозите мусора? Нет, вы сейчас хватали машину на том месте, где была яма. А-а-а. Там я вот камни накидал, а сверху дёрнут. Там, понимаете, неприятно. А вот это что на входе цветёт красиво? Калина. Калина? Калина. Ой, красота. Пахнет? Пойду нос суну. Не разбирай. Женский туалет. А, даже там мужской? А-а-а. А, тут ещё есть. Самое главное. Тут ещё есть куда? Закаулочки. Закрывает? Закрывает? Не закрывает? О-о-о-о. Да тут вообще ляпута. Глянь какой туалет женский. Туда не свои, не свои ходить. А, душ? Да, ну тоже этот самый. Открывай. Вези на прошлый. И вот этот нагреватель. Нагреваю, и горячая вода на кухне. А, и сразу... А, идёт вон трубы, видишь, идут? Вдоль забора. Я песочком присыпал. Сюда деревяшки сделаю. Стелка, сток и всё, окупайся. О-о-о, отлично. Две ночи ночевали и всё. Лена, что там говорить? Это вот приехали почти как мы и две ночи только тут ночевали, да? Вот, когда он ел, я говорю, подожди, я камень проведу. Ой, как пахнет. А тут у меня вещи... Ой, как вкусненько уже цветает. Такой снимает видео, ну, Муста, я который смотрела. Показывает, это, говорит, петуния или бархатцы. Ой, хвоста красивая. Она цвела так красиво, белыми такими. В прошлом году гортензия у нас не цвела. А в этом... А в этом будет, да? Кухонка света набрала. Ага. И вот пионы пойдут. Ой, пионы обожаю. Ой, как они пахнут. Вот ландыши, пионы и сирень. Это что-то с чем-то. А, кухонка ещё. Кочельки. Ой, тут вообще виноград потом зарастёт. Когда зарастёт, то вот тут вообще хорошо. Ой, будет вообще. Красота. Да. И кухонка, да. И на свежем воздухе ничего не на всё проветрилось. Специально у нас индукционка. А, печечка. Ой, стол здоровый. Это, ну, можно гостей принимать. Выстришь так, когда уже... Ага. Классно. Ляпота. Слушай, давай чуть-чуть весело скажу. А ну-ка, давай. Чеченец поймал золотую рыбку. Смотри на нее. Ну, а что ты хочешь старче? Он говорит, чего хочешь, чего хочешь. Сама скажет, вот керамиякотромер. А зенебраждане споймал её. И попросил, я говорю, миллион долларов. А ты чего хочешь? Адрес, адрес, Камила! Нет, вы смеяли его попросите. Я не люблю. Давай сью, Ромли. Я тебя же так... Я не знаю, да. Саша, икра. Это, знаешь, такая икра? Интересная срабатывание. Это икра с печени пески. Это куплина, или золотая? но мороженое по 34 рубля вкуснейшие участок оттуда проезжаешь магазин поляна и вот метров 150 налево зелененький забор и 100 метров налево проезжаешь это проезжаешь этот перекресток это бор в другом повороте и налево сам у южных причалов магазина как он называется паспеды с печенью и кры трески надо запомнить мне вторая понравилась красный я запомнил красный крест на рыбалку первое что давала первая пошел на рыбалку лен привез не помогает что ты дал а не помогает прыскали сприскались они садятся а он взял от клещей обрабатывать одежду и конечно не будет помогать гвоздику на водке развел и написано в интернете 12 дней она черного цвета основе гвоздика вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот накинул короче черных все показывают и повторяется он и помогает я на вкусно его не трогают Попробуй, ради интереса. Приятно и пахнет главное. Мази мне. Ты гвоздику любишь? Они не кусают, садятся. А, пахнет, приятно. Гвоздика и пахнет. Так если тебя не кусать, зачем тебя мазать? Ну и сами, приятно. Это не химия хочет. Так все время еще 25 мая. Еще не лето, да? Ну да, сейчас и клубника пойдет. Так ей, если не на работу, мы не поехали. Как я, зайдет, конечно. У меня вчера в глаз прям залетела мошка. Как ее выковыряла, так бы укусила. А тут еще брод залетела. А у меня в детстве в глаз, у меня такой глаз было. Я думаю, сейчас как разойдет, седает, что ли. А кошка съедает, сидит. Она охотится сидеть, прыг. Молодец, кошка. У меня хоть на ручках посидела. Ага, я прям это удивилась. А я найду, Лена, я уже не забываю, у меня порой хорошее. Воду того, в нашего макара. Махнет крылочком и улетит. А если вам внутрь всего кусать не буду? Ага, я не знаю. И пятки простерилизуются. Дань, близкин, родственник. Это мальчик. У них был кот, который, 20 лет. Чем-то похожий. Похоже, похоже. Белая колечка. Так удивительно, коты же не бывают. Редко, одноцветные. Это редко, редко, трехцветный кот. А кто нам сказал, что коты одноцветные? Коты? Нет, очень редко бывают. Очень редко. У них вот редкий кот был, трехцветный. Именно мальчик, а так девочки. Сейчас позову Муся. Муся, Муся, Муся. Чужие, чужие. Мы вот там кормим. Мы кормим ее. Но мы это самое всю вишню, все косточки снимаем. Му-м-м. Малакитно, но... Ну, как в курсе, в сад мы ездим. Но за яблоками. Помогает? Помога-ка. Мы же включаем интернет. Ну, чтоб не скучно, да. Так что понравилось? Да лучше, чем печень. Да, да, да. С ликоркой добавляете пополам примерно? Не плохая. Да, я теперь буду знать, я буду смотреть. На южных причалах, там, у проходной слева. И папиш, вот он запастит, так есть. Кост, когда рыбу можно. Вот ему хорошо вот это вот. Это производитель уже... Один раз я... Так, в каком же магазине... А, твой назывался, Лена, у нас. Где на рыбачьем мы жили. А, ну-ну-ну-ну. Печень трески, 92 рубля. Мне 7 банок. Пришел домой, ну... И на кашу не похожи. Там молоко там. Там что-то какое-то острое. Они добавляют молоко. Даже собаки не едят. Я взял все в банке, все в скролол. Банку на работу. Собаки не едят. Потому что печень за 90 рублей ты не купит. Я вот везу, допустим, извините. Везу на фабрику. Там, короче, делают консервы. Показывается, в накладной. Печень, не трески, а печень, щуки. Молоко, щуки. Они там все бодяжат. Они там все в бодяжи. Они делают печень по-молосу. Тоже. Через мясоромство пропущено. Она не съедобная. Я развела не съедобная вообще. И отправляет куда-то они в любые там... Мы это взяли, попробовали, а потом... Сделано в море, да? Все. Угу. 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 У нас здесь я брала, за 500 рублей вот такую баночку открылась. Как говорят англичане, мы настолько богаты, что покупать дешево. Да, да, да. Ну, цена это... Да, да, да. Мы и дорогое купили. На печь сам мы дорогую взяла. Не то. Есть нельзя. Там, конечно, молоки, по-моему. Ну, ничего. Я думаю, вначале там есть все. Да. Ты ошибаешься? Да. Кромбасы. Да. А потом мы едем за рыбой. На три ручья. На три ручья. На три ручья. На три ручья. Это где у нас? На той стороне. На той стороне залез. Проезжаем. Там не разные. А куда же не бывали? Куда же были? Мы раньше куда же. А теперь мы чуть-чуть дальше едем. А, обратно ехали. Она говорит, мест нет. Могу поселить в сауну. Мне так понравилось. Заходим, кожа на диван. Но она заселила. А была забита. И перед диваном бассейн стоит. И слева парилка. Я как-то напарился в бассейне. Я утром просыпаюсь и скоро в бассейне парлю. Заходи мне эти номера. Я говорю, все время здесь поселялись. Нам лишь бы поспать догивайте. А то все попарились и бесплатно покупали. Главное пальцы закипать. Согласен. Да, да, да. И мне так понравилось. И не надо этот номер там с души сходил и все. А тут я напарился в бассейне покупал. Я на своем предприятии отработал 40 лет, да? Я получал три КамАЗа. Ну, как? Я был не последний человек. Фонты не выглядели. Короче, столиком, который царство небесное. С пятого класса. Гоним КамАЗа нового, да? Новых КамАЗов гоним. И, короче, все разъехали. 20 машин. Все по разной дороге. А мы через Ульяновск и на эту самую. Владимир. Гостиница Заря. Время 11 часов вечера. Мест нет уже. Советский Союз. У него язык что-то подлежит. Вы знаете, что мы выполняем государственные задания. Нам очень сложно нужно приехать. Мы вот такие-такие. Мы гоним машины. Заведующим. О! Я вот поселил свой номер. Кабинет свой. Кабинет. Мы заходим в кабак там. По пузырю водки. Передочевали. Это вообще. Обалдеть. А как мы катались по России. Я в Местьсоюз. При Балтии Кулащу. В Черное море. Едем. Вот Юлгава. Я там Валентин Андреевич. Приезжаем по Псковному городу Печоро. Гостиница шикарная такая. Есть у вас места? Не, мест нет. Коликова говорит. Вы понимаете, у нас государственные задания. Может быть такое-то. Везем ответственно. А Валентин Андреевич, он 20 лет отсидел. Он говорит, что это партийный деятель? Не, по-другому. А по ушам так, да? Вам говорит номер. Нам номер. Унитаз, биде, рояль, диван. Какие-то такие дозы я находит. А погода, не погода, а политика такая. Это водки нет нигде, да? Валентин Андреевич, давай идите. Капютиран тебе это. Очень из хозлых. Восемь наверное. Он где-то прошел. Три-ной четыре мутылки водки. Я сижу на рояле. Поддали немного диван. Двое-трое суток. А десять тонн песка услуг? Десять тонн. Я не верил, что десять тонн. Два раза по пять тонн привез. Я говорю, как ты, говорю, на самосвале? Как ты через весы и проезжал? Ну, он кладет песок сначала, потом цементом, а потом длинной линейкой. Длинной линейкой ровняет. А потом уже на сухую кладет. Я думал, это же цемент, вот висит там, у тебя прям. На сухую кладет, а как только песок. Чистый сухой песок. Сверху посыпает сверху, прямо лопата раз. И щеткой разглаживается. Они попадают. Ну, потом машинка какой-то в силизе. А, машинка вибрационная. Элементарно. А потом, откуда влага-то идет? Из-под земли идет влага под цементом. И он схватывает, понимаешь? Ну, свои технологии-то знают. Ну, он молодец такой пацан. Он такой неразговорчивый. Ну, мы свои дела же знают. Оренный такой. А два пацана у него покопали, а с ними разговаривали по поводу Платошкина. Я же политикой. Не могу. И я пацанам говорю, надо голосовать, потому что Платошкин лучше президент. А он говорит, вы не отвлекайте, говорит, мои грабочие. Не лягайте только. Я говорю, я тебя выгоню на косточек. Понятен. Я в основном внушаю пацанам. Надо жить-то нормально. У меня тут другого нет, кроме вещей. Ну, мама угостишь. Ой, спасибо. Угощу, конечно. Тем более без косточек. Да, без косточек. Спасибо. Это бархатцы. Бархатцы. Я их до чего люблю. Они такие стойкие, неприхотливые. Красота. И сирень он в углу. Масюшка. Да, цветочков много. Ну, хорошо здесь вообще. Просто обалдеберно. Ну, смотри, для нас. Вот это вот Андрюха. Андрюха, это кто? Это мурманчане. А, мурманчане тоже. А, большой у них там тоже. Вот это вот Андрюха, кольский. Короче, мурманчане повсюду. Там Ваня, солдат, кольский. Здорово, понравилось. Да? Ну, все. Ну, давайте. Поехали, Коль. Давай. Давай.